всем добрый день дианусик у нее сегодня контрольный экзамен диана как это у тебя подведение итогов а проверочная контрольная найдет дарсхан и сейчас 8 не 9 9 друзья товарищи она просит у тебя корм диана ты же брала да как его спрячу он там гуляет как этот по бродвею вот так что дианусик не будем отвлекаться к ты потом да это я желаю тебе удачи давай все нервишки туда в шкатулочку собери потом они тебе пригодятся еще на на диана еще я там походу закрыла до упора тихо-тихо-тихо убирай может я куртку она мятая надо же было подготовиться уже все все доченька давай удачи а то мы тут я буду миноша тут это он беды не знает все давай давай удачи минош из-за тебе не могу я широко открыть ой уходи все на дианка уже уехала блин что такое почему у меня камера такая расфокусовка идет очень быстро стоит движение сделать и все так ладно все дианусик пошла у меня тоже начинается работа а вот робот так все дружок давай я тебя остановлю все это я себе налила чай с корнем имбиря слушать блюдце запад что-то заняла больше нет блюдец так у меня вот такое имитация блюдца крышка вот но кстати очень удобно я бы на самом деле не ставила вообще блюдца но у меня есть минош который тут часто лазит поэтому думаю может если какая-то капля так хотя бы а это мне муж налил прихожу стоит или себе налила да ну ладно поэтому мне теперь два стакана чая все дианка пошла а я все 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 через минуту вот диана села я и говорю садись вот рядом с одним из наших пушистиков и она начинает его занос теребенье 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 дианка не трогай расскажи нам лучше пожалуйста сегодня у дианы сегодня суббота у нее в дерзханы был контрольные контрольное проверочная контрольная это похоже на то контрольную которую я буду по идее сдавать типа. Типа пробное ТТ. А, вот так вот, да? В теории. Но они это, типа, сделали для того, чтобы проверить знания учеников. У них же была летняя программа, да? То есть я поздно пришла, но программа летняя была. Вот. Соответственно говоря, я эту программу не полностью видела летнюю. Я так поняла, там были вопросы как раз-таки по этой летней программе, потому что других тем, которые обычно на таких ДНМ были, которые я в школе решила, не было. Вот. И я ее написала. Не очень, конечно, можно удачно, потому что, ну, с математикой я особенно не дружу на этих ДНМ. Очень такие вопросы тяжелые лично для меня. Вот. И я так понимаю, что это конкретно у моего дресс-хана такая фишка. Они хотят потом, типа, проверить контрольные и распределить учеников по-новому. Ну, типа, чтобы, я так понимаю, одного уровня сидели в одном классе. Ну, правильно. А может быть, они хотят понять, да, собрать общую статистику и понять, где идут вот эти западания. Почему нет? Можно. Значит, мне такая идея в голову пришла. Хотела прожить про то, чтобы у меня будет отдельный класс. Я одна в классе. Ладно, это шутка. Все, не настолько плохо. Я, кстати, неплохо так порешала тесты по турецкому. То есть, это вопросов, ну, 20. Наверное, давай 25 я решила из 30. А решить-то можешь ты и все 30. Вопрос как? В плане я старалась. То есть, в некоторых я прям, ну, парочки была уверена. В некоторых ты старалась прямо так и особенно, наверное. Ну, короче, тяжело на самом деле. Ну, понятно. Потому что, ну, многие темы у меня были незнакомы. Там, химия, физика, они у меня, скажем, забыты, потому что в 11 классе-то у них не было. Вот. Сейчас они будут заново восполняться. Да. И они сказали, что в понедельник, то есть, 11 сентября, когда уже откроется школа, они сделают новое расписание. А я уже подумала, что не будешь ходить. Ну, естественно, скорее всего, они его подстроят для тех, кто ходит в школу. То есть, это будет вечером, до восьми, например, шести, пяти, до восьми, до девяти. То есть, вот такое. А теперь, пожалуйста, вот скажи, что такое Дерсханы, чтобы новые подписчики понимали, о чем речь. Дерсханы – это курсы, платные курсы, на которые ты ходишь, где тебе объясняют темы по всем предметам, которые тебе помогут поступить в университет. То есть, по каким, за какие классы? Дерсханы, может быть, для всех классов. Нет, нет, вот непосредственно ты, конкретно ты. Я в 12. Блин, не о том. С какого по какой? А, с девятой по двенадцатой. А, с девятой по двенадцатой. Но есть еще с пятого, нет, шестого по восьмой. А, ну это на ЛГС. То есть, ЛГС – это сдача экзаменов для поступления в старшую школу. В ЛИС. А вот этот твой? У меня для поступления в университет. В университет. Он называется? Тэй-Тэ. Тэй-Тэ. Я это специально говорю, специально делая эти вот такие отступления, да, чтобы вы понимали. Потому что эти все названия, может быть, очень многим неизвестны. Ага. Так. Ну, я уже ранее говорила о том, что мы планировали, да, что Диана идет в Дерсханы, в эти подготовительные курсы к поступлению в университет. И параллельно, то есть, в школу не планировалось ходить, планировалось, что она будет учиться в двенадцатом классе заочно. То есть, раньше была такая возможность. Слушай, а ты говорила, что ходят и в одиннадцатом классе заочно. А с какого класса можно было ходить? С любого. С девятого, может. Да? Да. То есть, ну, обычное, да, заочное обучение. Нет, только в школе. Помнишь, когда был коронавирус? Я тогда ходила в школу, а тогда некоторые... Даже нет, когда коронавирус, типа, закончился, мы уже начали в полную школу уходить. Многие уходили, как раз-таки, на этот ащик, они начали работать, типа. Помнишь? Помнишь? Ты помнишь? Да, то есть, заочное обучение в школе называется на турецком... Ащик-эритим. Вот. Опять же, для тех, кому неизвестно. Для новых подписчиков. И в этом году, Диана... Прекраснейшая новость, которая, несомненно, меня очень порадовала. В этом году решили отменить ащик-эритим для всех подряд, только, допустим, для инвалидов, либо же для детей военных, которые там куда-то переезжают постоянно, типа, из этой серии. Потому что, типа, мол, а что, так все вы туда уходите, все вы такие наглые. И, типа, я так поняла, это все, типа, повествуется тем, что многие, которые перешли на ащик, не поступили в университет. Какое несчастье! Просто большинство детей переходит на ащик с целью не поступать. С целью работать. Да, идут просто на работу. Им не интересен университет. Даже если бы они утились, они бы тоже не поступили. Либо они не хотят, либо еще какая-то там причина есть у них 100%, но большинство переходит на ащик с целью, чтобы свалиться в школу, проще говоря. Ну, понятно, понятно. Ясно. И еще я хотела, чтобы ты поделилась информацией. Поскольку ты сегодня с утра говорила, мне тоже было не совсем-таки понятно, что ты говорила. Если ты по пяти предметам получаешь такое количество баллов, то вот давай. Изменили, опять же-таки, некоторые правила. То есть раньше было, если, допустим, у тебя 10 дней пропусков, а ты остаешься на второй год. То есть 10 дней ты там в школу не пришел. Ты остаешься на второй год. Но иногда можно было, типа, если ты вдруг случайно 10 дней там нагулял, можно было немножко подтереть. Подвать родителей в школу, родители там что-то сделают, попросят, и тогда директор тебя смотрит пару дней. Ты так сказала подтереть, как вроде ты такая пробралась? С теркой. Я просто... Ну, ты поняла, что я не ловлю. Я думаю, сейчас это отменили, этого нет. То есть если ты находишь 10 дней, твои проблемы, разбирайся с этим сам. 10 дней плюс 30 со справкой. Но справку здесь, естественно, просто так не дают, поэтому приходится болеть. Так вот, изменили, так же самое основное, лично для меня все стало проблемой, это если раньше, допустим, у тебя суммируются, есть все баллы по всем предметам, и все они тут в один общий балл, там, ну, разный там, чтобы пройти следующий класс, тебе нужно набрать 50, то есть для двоечников, да, те, которые... И прикол в том, что набрать 50 как бы не так уж и тяжело. Даже если у тебя, допустим, 3 предмета, или уже 5 предметов, потому что могут быть плохие. 5, даже если могут быть плохие, ты... С низкими баллами. Да, потому что, допустим, такие, как математика и турецкий, очень сильно вверх тянут. И если учитель дает тебе там всю злю хорошее, то есть дополнительную оценку, у тебя, получается, идет ввысь оценка. Но теперь решили это убрать, решили сделать, что если у тебя 4 предмета любые будут ниже 50, то есть отдельно эти предметы сами по себе, то ты остаешься на второй год. А 4 предмета любые сделать ниже 50 очень легко, потому что очень много предметов, и очень тяжело за всеми успеть. У меня всегда обычно у меня было по одному предмету низко. У меня такое было. Турецкий у меня всегда был. У меня в селом классе, у меня был турецкий 49. Это было очень обидно. Нам буквально не хватало буквально нескольких там баликов вообще, то есть я имею в виду, там уже 49, запятая, еще какие-то. Ну да, да, да. Мне вот этого вот не хватило, то есть. Буквально одного балла, что мне не хватило, мне было так обидно. И учительница, она меня, ну как бы, могла помочь, она помогла другим детям-двоечникам, мне она не помогла. Вот такие еще есть вещи тоже в образовании, здесь немножко тяжело. Из-за этого, когда ты, считай, буквально учителю не нравишься, все, ну ты считай, этот метод тебе больше не видать. И поэтому, особенно двоечникам, будет тяжело этой системе выжить. Это очень неправильная система, потому что, ну я понимаю, кто-то скажет, пускай они учатся. Ну понятно, пускай учатся, но не всегда же получается учиться. Ну конечно. У меня все равно всегда, блин, один предмет доостаётся. В этом году у меня была вот эта, вторая история была провальная. Но я её не знаю, блин, я вообще даже в Хатайю её ни разу не видела. То есть здесь у меня были очень низкие пани-баллы. У меня даже по ней сорока не было. Я же не виновата, но так получилось, остаются вот такие. Из-за смертей, то есть у меня всякого такого получилось, что этот документ у меня очень сильно был низкий. Потому что у меня не было даже по нему учебника минимально. Ну да, да, да. Ты же помнишь? Конечно, я помню. Вот, и поэтому такие предметы, это очень легко. Четыре, ну я считаю, это максимально неправильная система. Ну да ладно, в общем-то, я не думаю, что мне это как-то грозит. Хотя в этом году не знаю, но... Ну хорошо, это четыре, это понятно. А если, например, один-два, то это... Ты проходишь. А, ты проходишь, ну слава богу. Раз у тебя четыре никогда не было, значит... Да, не было. Это не про нас. Ну, в общем, да, конечно, что нет заочного обучения немножко огорчает, потому что... Потому что хотелось бы больше сил потратить на Дерсханы. Ну ничего, будешь это... Как я себе купила же брелок ослика вязаный. Ну вот в этом году ты будешь осликом в учебе. Трудолюбивый. Ну, Дианусик. Ну а что делать? Я думаю, что это во всех детей, те, которые учатся... Не те, которые штаны просиживают, да, или там что-то еще. А те, которые учатся, хотят поступить, и у них и подготовительные, и какие-то репетиторы, и то, и все. То есть они загружены по самые... Когда это загружено, но когда ты, допустим, не будешь, там, домой в 9 вечера возвращаться, у тебя даже нет возможности материал, который тебе дали, поучить. То есть я чувствую, что я с этим столкнусь, потому что по времени очень тяжело. В школе очень много пустого времени проходит. Я так считаю. Ну, понятно. Большая перемена в виде часа. Зачем она? Я сколько учусь? Я столько лет задаюсь этим вопросом, потому что я считаю, она не нужна. Я на ней сплю, я на ней сижу, еще что-то делать. Она пустая. То есть кто-то скажет, учись на ней, там, делай домашние задания, решай тесты. Ну, блин, ну, многие из вас будут тесты в школе сидеть, пока другие пошли гуляют. Я сомневаюсь. Поэтому, ну, как бы, это очень пустое время. Плюс очень часто они приходят учителя на уроки, и тоже очень пустое время проходит. Поэтому, не знаю, как бы, понимаешь, просто когда был такой шанс сделать это удобнее, чтобы ты смог для себя лучше сделать, мы просто взяли этот шанс и так вот у тебя отрезали, забрали, сказали, Борис. Борис, Борис. Да, да. Ничуденка, я думаю, мы справимся, вытянем. Не может быть, а я не знаю. Все будет хорошо. Да, Рыжий, Рыжий, все будет отлично, скажи, Дианка сможет, она боец, все не получится, да? Извини, Костя. Только меня не трогай, скажи. Вот, вот такие вот дела, последние новости рассказали мы вам, видите, уже темнеет, приехала мусорник, вы, наверное, слышали, как она тарахтела, собрал мусор. Вот, муж мой проснулся, целый день спал, ну, у него температура, хотя днем он с утра выпил, таблетку заставила, прям уже как это, как бензопила была, понимаете? Вот, выпил, температура спала, и он, и он спал. Вот, ну, и, короче, пошел в душ. Пошла, я буду кормить его ужином. Вам всем пока-пока. Пошла, я пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...